Привыкли просыпаться со звуками взрывов. Так описывает в свои дни жительца Донбасса Карина Левус, студентка-первокурсница юридического факультета Казанского федерального университета. Не особо бы хотелось это все вспоминать. Очень часто помню выстрелы отчетливо, как все стреляло, мобили. Надеюсь, скоро это все закончится. В Казань Карина, как и многие, отправлялась за образование. Как она сама вспоминает, жители Донбасса делятся на два лагеря. Одни уезжают, считая, что перспектив не так уж и много, а другие наоборот, стоят до конца за свою родину. Вот и ее мама поначалу скептически отнеслась к идее дочери уехать. Мои родители так еще и продолжают жить на Донбассе, они считают, что это их родина. Конечно, уехать оттуда бы хотелось, так как никакой перспективы там толком нет. Очень мало университетов, очень мало школ. Мама очень против того, чтобы уезжать, так как это для нее родина. Там все мои родственники, все близкие, друзья. Чтобы поддержать иностранных студентов, Казанский федеральный университет устроил встречу, куда могли прийти иностранцы, чтобы обсудить и решить наболевшие вопросы. Навстречу каждое подразделение университета делегировало своего представителя, представителя студактива иностранных студентов. Поэтому наша задача в университете сейчас обеспечить первое, что максимальное соблюдение всех необходимых требований по обеспечению учебного процесса, качество, качество образования не должно ни в коем случае пострадать. И вы получите все, что было обещано, когда вы поступали. Да, вы поступали, вы будете учиться. Была затронута финансовая тема – общение с родными и близкими. Также Дмитрий Таюшский пообещал, что сложная обстановка в стране никак не отразится на образовании. Алина Красильникова, Кристина Колсанова, Фарид Захит Аглы, Универньюз.